Вот у меня вопросы появились именно такие, что вы с Ватиканом вообще признаете Ватикану или как он вообще? В смысле лично я? Ну, так и выше как христианин, допустим, вы лично, да, чтобы Ватикан, вы вообще его как это признаете? Ну вот Папа Римский, как вы к нему относитесь, к Папе Римского? Ну я так думаю, что Папа Римский это должен быть глубоко верующий человек, но я лично с ним не общался и не знаю. Ну да, но такое свое убеждение есть, вот какое-то свое? У меня есть, я не могу сказать какое-то, чтобы у меня было свое конкретное убеждение по поводу Папы Римского, но в целом я могу сказать свое убеждение в плане католической церкви. И оно у меня примерно такое же, как и отношение к православной церкви, как и отношение ко многим другим церквям, что нету беспроблемных церквей. Нету ни одной церкви я еще не видел, которая была бы полностью послушна Божьему Слову и жила так, как учил Иисус Христос. Очень много в церквях, к сожалению, происходят отклонения различных, очень много происходит ухода больше, ну скажем, в суеверие или в какие-то религиозные там такие обряды, то есть больше идет упор на обрядную часть, нежели на суть того, что собственно Бог хочет от людей. И самое главное, что все эти проблемы, они описаны в Библии, это не что-то такое новое, это то, чем занимался Израиль. Я вот в контексте, это самое Вадим, да, я вот в контексте именно вот сегодняшнего времени, да, в контексте вот как вот именно Папа Римский вообще разбирали этот фильм, потому что я вот знаю вот про антистантизм, да, вот, ну, я скажу вот именно по слову, у них вот есть именно, вот это вот, у них это имя, вот это вот, это вот, папа, да, вариками вот Сильдей, да, там это знаете, там, что там, вот, они его считают, цифры эти подбивают, три шестерки получается, я вот дал ссылку там, вот, именно, ну просто если вы знаете, на Викибии, допустим, там есть, там я читал, что они считают имена, вот, имена, ну, а по Папе Римскому, там же все стекаются, там все там писти стекаются, мировые все. Ну нет, ну где же, православие совершенно не стекается к Папе Римскому, протестантизм не стекается к Папе Римскому, очень много различных христианских динаминаций, они не имеют, ну, ничего общего, скажем так, с Папой Римским, вот, ну, я имею в виду ничего общего с католицизмом и с понятием вообще с самим Папой, потому что, ну, вы знаете, да, то есть Иисус Христос, Он сам учил никогда никому не называться Отцом, потому что один из всех у нас Отец, Отец Небесный, да, то есть, само понятие вот этого отцовства духовного, да, оно идет из еврейской традиции, то есть, как раньше называли там, что Иисус должен быть сын Давида там, или сын того-то, или сын сего-то, то есть, кто-то должен был быть ему каким-то там отцом, и это продолжилось в христианстве, мы знаем, что, например, Иоанн, он называл своих учеников «дети мои», да, то есть, послание Иоанна, они начинают с этих слов, там, «дети мои», или когда к церкви он обращался, он тоже обращался, как «госпожа моя», да, Павел обращался к Тимофею, говорил ему, что он сын мой, да, немножечко это все, ну, скажем так, не соответствует тому, чему учил Иисус Христос, то есть, Иисус Христос, Он говорил, чтобы мы не назывались отцами, мы не назывались друг друга учителями, потому что у нас Учитель один Христос, «Отец у нас один, Отец Небесный» и так далее. Никто не может претендовать на то, чтобы какую-то вот часть славы от Бога забрать себе и сказать, что нет, вот этот вот отец, духовный отец этого человека, не Господь Бог, а это вот я там, да, или еще кто-то, да. Ну, то есть, понятие само вот это вот, ну, свещество, да, то есть, иерархии какой-то определенной, оно тоже, опять же, идет из ветхозаветных книг. Все, большинство обрядов, которые совершаются, да, они очень похожи с тем, что делали евреи, ну, ветхозаветные евреи, да, то есть, все вот эти вот кождения и так далее и тому подобное, оно все было. Другое дело, что оно, конечно же, смешалось очень сильно с тем культурным фоном, в котором выросли эти верующие, новые верующие. То есть, вот эта вот часть еврейской культуры кочевала, как бы, в Европу, кочевала в наши страны, ну, тогда еще Руси не было, как бы, в наши регионы, где сейчас там Россия, Украина и так далее, смешалось это все очень много, где с языческими разными культами и так далее. То есть, христианство, оно не пришло ни в Европу, ни к нам абсолютно чистым, нет. Абсолютно чистым пришло учение, пришли, дошли там слова Христа, пришла Библия, но церковь, всегда нужно понимать, она всегда имеет тенденцию к тому, чтобы взять и часть из той культуры, в которой находится текущая конгрегация конкретная живет, например, то есть, взять эту часть культуры и перенести внутрь церкви. То же самое происходит в настоящем времени. А еще, ну, я понял, самого один еще хотел узнать, да, о вас еще. Значит, меня интересует, в Откровении, сейчас вот, нет, два вопроса, в Откровении 12-14, да, сейчас, в Откровении 12, 14 глава 12 стих написано, что соблюдающих заповеди Божии веру в Иисуса Христа. Это заповеди какие? Ветхозаветные, которые 10 заповедей, именно, Богом, там, веру во Христа, или какие-то, это первый вопрос. Еще вопрос о этой самой, мать Терезе, знаете? Да. Мать Терезе же, вот, она была милосердна ко всем людям. Ну, вот, к нищим, именно, там, они, там, что-то, там, не как-то, там, мужчина, там, вот, вроде как, она же верующая, там, во Христа, то есть она милая, она вообще, как-то, святая, она не святая, вот, она же, вот, как вот это, вот, она помогала нищим. Чем отличаемся с ней? Она всю жизнь посвятила тому, что они, всех нищих, она забирала, и, там, кого выхаживала, кто не смогли, те умирали на нее. А, допустим, а мы, верующие, что мы делаем, мы только молимся. Ну, к примеру, да, я, вот, там, пятидесятником, вот, я, вот, ходил пятидесятником, но я ее не осуждаю ни в коем-то точку, ну, просто, вот, общий план, который у меня есть, да, вот, христианина, это, вот, если в собрании, вот, приходили, помолились, ну, там, может, где-то милостыню какие-то, там, далее, там, по ходу дела, там, где-то на улице, и все. На этом вся, как бы, христианская жизнь человека, она заканчивается. Ну, это... Вот это с ней, а Матереза, она, там, всех больных, значит, собрала с канализации отовсюду те, которые, общество их отвергло, да, и она их, там, то умер, то выжил, ну, неважно, главное, что вот она, тут ее такое, служение, да, у нее было такое, что вот она поступила, вот, да. Да. Ну, вот, то есть, Мать Тереза, естественно, все свои дела, которые она делала, она делала далеко не в одиночку, вместе с ней участвовали в построении всех этих хосписов, еще десятки, если не сотни других верующих людей, которые, скажем так, не так раскручены, не так на слуху. Хорошие примеры христианской жизни, действительно, такой христианский добродетель, они известны не только в католицизме, скажем, там, Мать Терезы, они есть и в православии, они есть и в протестантизме, они есть и в различных других. Вообще говоря, то есть, вот, мое личное отношение по поводу, ну, вот этого вот деления, да, там, папы-не папы, там, батюшки-не батюшки и так далее, и тому подобное, оно строится на вере в те слова, которые апостол Павел сказал Коринфянской церкви в первом послании Коринфянам, то есть, ну, практически начинается, это глава, вот, первая, вторая глава, с того, что он призывает христиан не делиться, он говорит, вы же все христовы, вы должны называться так, христовы, ни Кифина, ни Аполосова, там, ни Павлова, ни какие-то другие, там, течения, направления и так далее. Учитель один, одно учение, единодушие. Суть в том, что всех христиан, всех динаминаций и всех направлений объединяет одно, это слово Иисуса Христа, а вот разделяют их уже разные, разные, разные учения, разные ответвления, где-то разночтение, где-то недопонимание, где-то желание, ну, скажем так, соблюсти более какой-то вот обряд или построить какую-то человеческую структуру, нежели, ну, реальная, там, какая-то духовная, там, жизнь или еще что-то такое. Для того, чтобы проявлять человеку милость, добродетель и делать какие-то действительно плоды своей веры, во-первых, нужно эту веру иметь, нужно действительно верить, но верить не, во что верить, не просто так, что Бог есть, веришь в Бога, да, я верю в Бога, ну, и еще толку, да, нет толку никакого. Но верить в первую очередь в Слово Божье, потому что если Слово Божье говорит, что нужно жить так, говорит, дает заповедь конкретную, любить Бога всем сердцем, любить ближнего своего, как себя самого, да, то есть суть, ну, ключевые, скажем так, заповеди наши, то значит, так и надо жить, то есть в этом, ну, вот, если мы верим в это слово. А вот примеры, вот, допустим, какие есть? Да, то есть нужно... Как бы, ну, какие вот примеры можно, какие можно примеры, вот, если в вашей жизни, вот, Вадим, какие примеры, вот, в духовном, сколько, вот, во Христе он и находится? Вы вот такие, можете, вот, свои духовные могут там поделиться, могут. Вот, 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 как вот вы, вот, именно, вот, во Христе, как-нибудь выступаете, да, Есть же там милостынь, кто-то просит на улице где-то там. Одни есть то алкоголики там есть, да, которые там, кто-то на лоб, а другие там, которым действительно надо. Как вот здесь, как здесь, ну, как бы разделить зло на добро, разделить, да, кому дать, кому не дать, и как вообще гретьянскую жизнь применить? Да. Во-первых, зло на добро, как разделить, кому дать, кому не дать, то есть это, ну, Иисус немножечко учит не этому, то есть это не наша задача разделять козлов на овец, там, зерна от плевел и так далее. Иисус сказал так, всякому просящему у тебя дай. Всякому. В тот момент, когда, ну, вот я иногда, например, еду, и, ну, скажем, взрослый человек, ну, вот он бомж, да, хотя он вполне там здоровый и так далее, вот он стоит и собирает там деньги с машин, да, то есть, ну, вот конкретный пример. Моя плоть, она против того, чтобы этому человеку дать, потому что, ну, что я ему буду давать, пошел бы лучше и там разгрузил где-нибудь там мешки там или еще что-нибудь там, ну, заработал бы себе. С другой стороны, я понимаю, что у человека, у него, может быть, есть силы, там, мышцы и так далее, он бы действительно мог заработать, но у него голова плохо работает. То есть он не соображает просто-напросто, что ему лучше и проще, да, построить свою жизнь вместо того, чтобы всю жизнь провести вот где-то под мостом собираем с машин деньг, чтобы он пошел и заработал. Это проблема духовная, душевная, в голове проблема, проблема в сердце, проблема в том, что он думает, что вот так. Ему можно помочь, если у тебя сердце открыто к тому, чтобы помочь сейчас, там, тому или иному человеку, нужно делать это обязательно. Более того, послание Ака говорит, кто разумеет делать добро и не делает тому греху. То есть если человек знает... Это добро, помогать, у нас тут в основном, мы, вот, в этом, в Америке, у вас там, где машины едут, вам не стоит, а у нас они вот ходят так же, дайте, что есть в основном на бухло. Вот сколько на бухло, похмелиться, вот реально, наглую, там, нам не надо на хлеб, нам не надо на еду, нам надо на водку. Ну, у нас перфой, обохмелиться, выпить, то есть вот так вот. Это добро или зло? То есть на доброе дело, а тут, это же не доброе дело. Это не доброе дело, не обязательно давать деньги на водку, зачем-то надо. К примеру, и вот по заповеди мне хотелось, что узнать, по заповеди, что в откровении, да, вот там, то есть заповеди Божьи и веру в Иисуса, как вот меня здесь разделить. Написано, какие заповеди, прямо в этом стихе, заповеди Бога, Божьи заповеди, да. Когда Иисуса спросили, какие заповеди наибольшие, он назвал, где заповеди, которые самые большие, на которых строится суть все остальные. А суббота входит туда, то есть, в эти заповеди, люби Бога, это значит, как любить, заповедь соблюсти или не соблюсти, а вот эту вот субботу, да. Да, то есть для чего была дана суббота, то есть это нужно же понять, она же была дана для людей, для того, чтобы люди не заставляли своих работников работать без выходных. Если мы прочитаем, откроем вот это вот, это у нас исход, по-моему, 24-я глава, сейчас я найду. Или заповеди? Да. 20-я глава, там заповеди. 20-я, может быть, да, сейчас, 1 секунду. Там написано, для чего нужна эта заповедь про субботу. Ну, я вот просто вот эти заповеди... Итак, давайте вот, да, вот эту заповедь мы возьмем, например, 8-й стих, 20-й главы исход. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай в них всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела. Суть в том, чтобы освободить человека от постоянной безостановочной работы. Причем не только этого человека, но и читаем дальше. Не делай вон и день, да, никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни волк твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Чтобы мы никого не заставляли работать без остановки. Шесть дней создал Господь небо и землю и все, что в них день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его, чтобы отдыхать. Эта заповедь, она направлена на то, чтобы мы не заставляли людей, вот как белки в колесе, работать и себя точно так же не загонять. Или на субботу, или на субботу, или пятницу, например, или на воскресенье. Вот теперь суть. Если мы понимаем от буквального выполнения, что вот сказано суббота, значит это должна быть суббота. Это не может быть ни воскресенье, ни что такое сказано, не убить, значит нужно просто вот не убить и как бы все. А все остальное мы можем там зло какое-нибудь сказать человеку, стукнуть его там, побить так, но не убить до конца там. Нам нужно понимать корень, суть, для чего нужна эта заповедь. Эта заповедь нужна для людей. То есть, например, следующая заповедь. Почитай отца твоего и мать, почитай в этом контексте, оно идет о финансовой заботе у родителей. Чтобы и тебе было хорошо, чтобы продлились дни твои. Если мы будем заботиться о своих родителях в старости, научим этому наших детей и наши дни продлятся хорошо. Все заповеди направлены на то, чтобы мы любили других людей, не заставляли их слишком, не эксплуатировали их слишком сильно. Заботились о пожилых, о том, чтобы мы не делали никакого зла и тому подобное. Суть всех этих заповедей, ее корень основной, он заключен в главной заповеди – любви к Богу. Любовь к Богу и ко всему тому, что Он создал, ко всем Его творениям. Любовь к людям, точно так же, как мы, например, мы творение Божье, мы видим другого человека, он точно такое же творение Божье. У него точно такие же органы, у него точно такие же желания, такие же цели в жизни. Быть просто счастливым, иметь жену, детей, кушать. Чтобы мы любили Его точно так же, как себя, потому что мы, суть-то, одни и те же. Ну, все да, так и субботу мне соблюдать или то воскресенье, я не могу понять, чтобы… А то я субботу начну там что-нибудь делать, а то у меня в ближайшее завистье будет. Что вот суббота, а вот про субботу соблюстили. А потом, а на суде, когда перед крестом же судилище будет после смерти, потом, а ты субботу соблюдал, ну, просто вот точно, что на суде что мы стоим? Хорошо. Те слова, которые мы читаем здесь, да, то есть вот этот вот закон, который был дан народу Израилеву, да, это фактически конституция, первая конституция на планете. Это закон, по которому должны были жить люди, которым они должны были подчиняться. Он включает в себя далеко не 10 правил, он включает в себя 613 различных правил. Ну да, да. Да. Человек, который хочет, сознательно хочет соблюдать весь этот закон, он может это делать ради Бога, пожалуйста. Другое дело, что мы можем разобрать, что Бог хочет, чтобы мы понимали суть, для чего мы это делаем, как мы это делаем, чтобы вместо того, чтобы различные там жертвоприношения мы приносили там за свои грехи, мы милость людям оказываем, вместо того, чтобы мы, например, в субботу, да, Иисуса всячески говорим, ну, как же так, ты и твои ученики, там, вы в субботу исцеляете, или вы там едите, там, или еще что-то такое Иисус им говорит. Человек, я сын человеческий, так, господин субботы. Суббота для человека, не человек для субботы. Мы сейчас, да, то есть, ну вот лично я, я понимаю, суть заповедя, например, про субботу, это такая, чтобы мы людям давали отдыхать. И сами отдыхали, чтобы мы не были вот в этой постоянной суете, беготне за материальными проблемами. Мы должны думать о Боге, мы должны думать о людях, и в день, когда мы их отпускаем на выходной, оплатим им зарплату в этот день, да, мы, это фактически жертвоприношение Богу, потому что люди же не работают в этот день. То есть, мы жертвуем, мы действительно заботимся об окружающих. Для меня лично, да, для меня это не включает только субботу. Это, например, когда ты даешь человеку выходной, там, в году, там, отпуск у него, или декрет, там, беременная женщина идет, ей нужно, ну, и действительно нужно ее отпустить, там, или еще что-то. Или мне, например, самому, мне нужно тоже отдыхать, я могу взять, пойти, там, в отпуск, или еще что-то такое. То есть, это закон об отпуске, об отдыхе, и о том, чтобы мы немножечко умели перенести свой фокус со своих дел на Бога, чтобы просто мы немножечко друг о друге заботились. Ну, да, Бог же не нуждается в служении рук человечества. Да, да, что ему? Ему нужно жить. Это ближнему? Конечно, ближнему. Следующая заповедь, прочитай отца свою мать, это закон о пенсии. Это для того, чтобы мы обеспечили своих родителей. Слово почитай, мы разбирали на одном из занятий, есть еще дополнительные ссылки. Это именно об этом, о финансовом, о финансовой заботе, попейте над своими родителями. Это для человека. Не убивать, то же самое. Не крадить, то же самое. Это все для человека, это не для Бога нужно. Наша задача, как верующих христиан, открыть свое сердце для Божьего Слова, для первую очередь любви. Бог есть в любой, да. Мы должны любить ближнего человека. Если мы видим, что ближний человек, несмотря на то, что он бомж, алкаш и так далее, он в нужде, его просто нужно элементарно донести, закуда-то там или еще что-то такое, мы можем это сделать, несмотря на то, что он грешник или еще что-то. Если человек, например, действительно умирает или еще что-то такое, ему нужно деньги или еще что-то, мы можем ему дать, несмотря на то, что он мог бы их сам заработать и так далее. Надо давать. Ну, правильно, надо давать. Мы должны относиться к людям точно так же, как мы хотим. Вот поставить себя, например, в шкуру, скажем, этого человека, что мы хотим, чтобы для нас сделали, если бы мы вдруг, не дай Бог, окажемся в такой ситуации. К примеру. Я бы не хотел, чтобы мне давали деньги на водку, поэтому я не даю другим. Я бы хотел, чтобы мне кто-то что-то там разъяснил, может, где-то что-то там помог, накормил или еще что-то такое. А я вот еще, Вадим, что хотел узнать, у вас именно церковь, она как бы местная, домашняя, или у вас есть дом молитвы, там у вас есть, или у вас просто вот там группа людей, домашние церкви? А, я хожу в разные, в несколько различных собраний, то есть, в несколько разных церквей. Мы ходим в американскую церковь, мы ходим, вот здесь у нас русская собирается, там раз в месяц. Потом есть несколько русскоязычных домашних групп, мы ходим. Мне интереснее, конечно же, в русскоязычные, потому что, ну, просто я больше язык понимаю, и лучше могу общаться с людьми, да. Американцы тоже хорошие люди, тоже как бы среди них очень много верующих и братьев таких, очень крепких верить. Ну, тяжело построить, например, взаимоотношения, потому что все-таки языковой барьер, это один из самых таких сложных барьеров. Ну, и не только языковой, он еще и культурный барьер. Нас, конечно, объединяет как бы вера, там, христианство, все такое прочее, мы можем общаться. Но вот такого, чтобы построить тесные, скажем таки, дружественные отношения с американцами, это гораздо сложнее, потому что все-таки они носители другого менталитета, другой культуры совершенно. Ну, да. Так, у вас, ну, были же, ну, как бы, домашние, что я вот просто знаю, вот у нас, там, в России есть, в Кемерово, да, у них независимая церковь тоже, как бы, домашняя. Домашняя просто независимая, они живут таким образом, что они из баптистов вышли, там, да, и вот, они живут, ну, там они группа, они сами, как бы, у них нет такого, что там платить десятину и все, они, как бы, вот, есть какая-то нужда, они собирают, вместе решают, ну, у кого какие-то серьезные нужды, допустим, да, денежные или, там, продовольственные, надежные, вот, и решают этот вопрос между своей вот этой вот, значит, христианской конфессией, вот, которая у них присутствует по месту. Ну, слава Богу. Вот, то есть, скажут, так я так посмотрел, послушал, вот, так вот, у них вроде ее выстроило, а так мне что, это симпатично, ну, по Библии, так сказать, по Христианской. Мы знаем, что первые церкви, которые начали собираться в Иерусалиме, это Дианя Акутипословка, по-моему, 2 глава 40, как-то там, стихи, они начинали собираться по домам, то есть верующие люди собирались в домах, они собирались и в храме, и по домам. Вообще, суть слова церковь и его перевод, да, то есть, в еврейском языке это аналог слова синагога, в греческом это слово экклесия, по-русски это перевели как церковь, перевод один и тот же, собрание, это просто собрание верующих людей. Я, например, я себя не считаю каким-то там членом какой-то конкретной одной там церкви и все, вся остальная верующая там по боку. Нет, я себя считаю членом церкви Иисуса Христа, которую Иисус Христос своим словом насадил, и эта церковь, она по всему миру. Мы можем прийти в одно собрание, в другое, в третье, там, пятое, десятое или еще что-то такое. Некоторые думают верующие, куда же мне тогда нести десятина? Но десятина, суть ее нужно понимать, суть не в том, чтобы взять ровно 10% от считателя своей зарплаты и принести куда-то. Суть в том, чтобы мы могли заботиться о ближних, чтобы мы могли заботиться о распространении Божьего слова, чтобы мы могли заботиться о тех людях, которые, например, служат где-то там в служениях, в миссиях, там еще где-то что-то там делают, то же самое, там, Мария, это вот эта, мать Тереза, там, делали какой-то хоспис, то есть мы взяли там, как-то нужно поучаствовать, суть не в десяти процентов, суть в том, что минимум 10% как бы это ветхий завет, а новый завет, сколько вот у тебя есть? Иисус сказал про это, что бедная женщина положила там несколько монет при приношении в храм, он сказал, вот эта женщина положила больше всех, она положила все, что у нее было на жизнь, хотя она положила всего лишь чуть-чуть, ну, финансово, но она положила все, что было, это было самое большое, да, то есть для Бога самое главное, не то, что мы там сколько посчитаем на своем эркуляторе, а то, что сердце наше должно быть 100% вообще, отданно Богу, вот, вот, да. Слушай, ну, я хотел, Вадим, еще вот, ну, допустим, такая ситуация, вот, да, вот две девушки, да, у входа в магазин просят деньги на операцию своей сестре, она заболела болезнь, ну, естественно, что я то дал, просто вопрос, ну, там, что там намок, то дал, да, ну, просто вопрос, допустим, что, ну, так, допустим, на операцию они не насобирают, там, а, ну, допустим, это я так, то, что им поверил, а, ну, допустим, ну, подозрения возникают, да, наверное, там, просто решили сказать. Да, да. Мы не знаем, что на сердце у человека, мы не обладаем таким, как, таким, как у Иисуса Христа был дар, который знал все, что в человеке, ему не было нужды, чтобы кто-то о нем свидетельствовал об этом человеке, хороший он или нет. Иисус сказал так, всякому просящему тебя дай. Когда мы делаем милостыню, мы соблюдаем Божий закон. А вот когда человек из нашей милостыни, скажем так, ворует, да, он ворует у Бога, он ворует то, что мы, скажем, подарили, ну, принесли, сказать, в жертву Божьему слову, чтобы сделать, как по Божьему слову и так далее, этот человек грешит. Наш уровень ответственности в том, чтобы мы смотрели на свои грехи и делали сами все правильно. Правильно. Другие люди будут обязательно где-то что-то там, кто-то что-то может сделать, и не наша задача их судить, потому что у них есть судья Бог. Не задача христианина судить другого. Иисус говорит, вы смотрите на свои бревна в глазах, да, потом, может быть, увидите. Мы должны сфокусировать свое внимание на своих собственных недостатках и стараться сами жить правильно. Тогда, может быть, мы увидим, как помочь, написано брату твоему согрешающему, когда мы увидим, что действительно, может быть, ему где-то подсказать, может, с ним Библию почитать или еще что-то, человек в разумеется, перестанет красить там. И вот же у меня, я тоже вот размышлял, я думаю, что, допустим, мать Терезы, Мария Терезы, да, она помогала ближнему, значит, она и любила Бога. Она, в принципе, может, она там Библию особо не читала, но здесь весь закон, можно сказать, исполнила. Как бы вот в этом плане. Да, мы не должны делать из матери Терезы, конечно же, кумира и идола. У нее были свои, ну, я вот так немножечко читал ее историю, у нее были свои, как бы, там, периоды падения духовных и взлетов, и сомнений, и того сего, и пятое-десятое. Она обычный человек из плоти и крови, который просто прожил. Действительно, мы многие можем завидовать тому, как она прожила. Есть люди, которые, возможно, и поболее, чем она, там, сделать, успели за свою жизнь и так далее, да. Наша задача, опять же, не смотреть на других, нам думать, правильно они жили или неправильно, хорошо, и они святые, там, не святые, или еще что-то такое. Библия называет всех верующих Божье Слово святыми. Ну, все, когда, как никакое послание в церковь написано, обращаемся мы к святым, то есть верующий человек, это уже святой, он освящен Словом Бога. Если он верующий в это Слово, это Слово, оно начнет в его сердце делать изменения, оно начнет в его сознании делать изменения, которые приведут к определенным действиям. Иисус сказал, не ставят там, не зажигают свет там на посвященнике и не убирают, чтобы люди видели дела ваши добрые и прославляли Отца вашего Небесного. Суть, зачем зажигают свет, вот этот вот святости в человеке, для того, чтобы человек начал делать добрые дела, и он был как светильник для людей, люди видят, люди заражаются от этого, они хотят повторять добрые дела, что самое интересное. Ну вот, например, по нашему опыту, да, то есть все те добрые начинания, которые вот мы, скажем, делали какие-то, ну мы тоже действуем там в ряде различных там проектов и своих каких-то личных там помощей, еще что-то такое, люди видят, которые, они меняются, они начинают повторять. Ну не все, конечно же, но многие. То есть это очень-очень такая штука заразная. Многие начинают, когда действительно где-то кто-то что-то там, хотя бы чуть-чуть сначала, по чуть-чуть начинать, немножко так, стерками там, ну как-то. Ну я вот, я вот, там как бы, Слово Божие, ну я вот старался как-то поведать, ну вот так вот по друзьям, да, ну там покаяние, веру во Христа, веру. Ну там кто-то что-то слышал, кто-то что-то знает, но люди как-то очень тяжело, в общем, по воду мне идут. Люди не активно. Люди не активно. Люди как живут, и как-то тяжело, в общем-то, а то и потом они не кидут. Ну это да. Вот так. Это как вот Иоанн говорит, да, что почему люди не идут к свету? Потому что их дела злые. Потому что кто добрые дела делает, ему легче гораздо. Он идет к свету, чтобы его дела были явные. А злой человек, он не идет к свету, потому что станет понятно, что его дела, они злые. Я могу сказать по своему личному опыту. У меня был опыт, когда я сам сознательно отказался при моем первом знакомстве, скажем так, с христианством несколько дней. И я потом решил, что не-не-не, я в церковь не пойду. Почему я это сделал? Потому что мои дела на тот момент были злые. И я понимал, что если я не могу как бы и то, и другое в моей голове не уместиться. То есть мне нужно либо закрыть вот эти вот дела, перестать делать, да, либо отказаться от христианства. Я тогда отказался от христианства. Спустя несколько лет Бог привел меня к покаянию в гораздо более тяжелых условиях, скажем так. Суть в том, что... Уродуил? Да. Да, то есть суть в том, что это противно человеческой плотской природе принимать Божье Слово. Оно неприятно, оно производит дискомфорт, такой внутренний такой когнитивный диссонанс. Ты думал, что ты делаешь правильно, а так, кажется, делаешь неправильно. Человек, например, хочет развестись со своей женой, ты ему Христа правоповедуешь и говоришь, что, о, а Бог, оказывается, запрещает вообще разводиться, да, если бы прелюбодеяние. Да. Человек говорит, да, и пошел ты со своим Богом тогда, и у меня тут она жена такая осекает, понимаешь? Вместо того, чтобы работать над собой, над своим духовным здоровьем, духовным здоровьем своей жены, привести обоих в церковь и жительство к счастливой жизни, человек хочет быстренько решить свою 7-минутную проблему, там, избавиться, там, от супруга, который его не удовлетворяет. Ну, вот эти личные отношения, когда с женой, это, в принципе, людям это тяжело вообще. Очень тяжело. Тяжело вообще. Те тяжелые вещи, которые я заметил. Деньги, когда ты начинаешь проповедовать конкретно о деньгах, о том, что, друзья, там, 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 очень тяжело. Личные взаимоотношения. Любовь к ближнему человеку очень сложно дается. Любовь к Богу дается достаточно легко, то есть люди думают, а, ну, Бог, да, мы его можем любить. А вот соседа своего, вот это куда сложнее, да? То есть вот это действительно, как бы, к сожалению, так, да? Иисус сказал, что путь, вот эти вот врата, да, узкие, путь, которым идут немногие, он очень узкий. То есть это нельзя ожидать такого, что приедет какой-то проповедник, как запроповедуют, и все там ринулись в эти узкие врата. Нет, такого не будет, это все. Я, честно говоря, я не верю вот в такое покаяние там стадионами, потому что я знаю, во-первых, что такое у меня было покаяние, да, насколько пришлось это пережить, и сколько пришлось передумать и перемолоть, и сколько Богу пришлось меня смирять, да, для того, чтобы привести к этому. То есть сколько я вижу, сколько с одним человеком, например, ну вот я с несколькими людьми общаюсь, и сколько занимает это времени, внимания, заботы об этом человеке, для того, чтобы он хоть что-то там где-то как-то там слушал. Вадим, я вот еще хотел узнать, вот я вот, ну, как бы старался там, ну, вот купил, так сказать, возродился, и вот, там, читал, и надо что-то оповедовать обязательно, да, и все людям вот о Боге говорить. Ну, нужно же начать с самого себя, допустим, показать людям в своей жизни Евангелие. Да. То есть показать Христос своей жизни, а как это, дела нужно делать какие-то, или просто подойти к человеку, заливать ему всю Библию, там, ссылками сыпать его, или там, еще что-то подоказывать, ну, что-то, то есть это как бы ноль получает. Если мы, да, если мы будем просто на языке, как бы говорить о Христе, там, о вере, о том, всем, и пятом, и десятом человеку, человек рано или поздно спросит, ну, вот ты вот верующий, там, столько-то лет, ну, и, 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 че, давай, поговори, и, че у тебя? Если показать будет нечего, все, вся проприя бесполезна. Поэтому... Так а что показать мне, допустим, какие дела мне, вот, именно Божьи, да, в моей жизни? Ну, какие дела Божьи? Ну, это... Отказ от греха. Что мне делать? Рад, что мне делать? Отказ от греха, да, то есть, не грешить. Нет, ну, это понятное дело, это как вот... Да, да, ну, не плыть, не пить, да, то есть. Нет, есть, есть всеоружие Божие такие. Ты помнишь этот текст? Ну, это, верующие туда думают, да? Да, да, обретитесь во всеоружие Божие, это Ефесянам у нас. Вот. То есть, припоясать поясом праведности, да, то есть, иметь собственную праведность, иметь готовность благовествовать, да, иметь щит веры, то есть, для того, чтобы нас никто, как бы, не пошатнул, и меч, который есть Слово Божие, то есть, разрушать в людях вот эту вот стену просто-напросто сопротивления Божьему способу. Слово конкретными, четкими, там, цитатами из Писания и так далее. Своя праведность при этом обязательно, потому что... Ну, праведность, да, нужно же быть. Так, а вот делами, как я могу показать, допустим, какие мне дела, допустим, вот, или на... То есть, именно дела какие, я вот, допустим, востерную... Любые добрые дела, как Иаков сказал, истина, там, благочестие есть, там, презирать сиротых дофнула, обозначает заботиться о тех, о тех, которые нуждают в сироте и вдовособирательный образ нуждающихся. Видишь, человек в нужде, взял, помог. Чем можешь? Чем не можешь, не надо помогать. Только чем можешь. Видишь, человек нуждается в добром слое, взял его, там, похлопал и чудо. Видишь, человек нуждается в том, чтобы его, там, просто подняли с кротуара, взял, поднял. Мелкие вещи иногда бывают достаточно для того, чтобы сделать доброе дело. Это не обязательно, там, взять и, там, построить какой-нибудь, там, здоровый приют, там, или бездомный. Это хорошо, когда есть финансы для этого, или есть какие-то возможности, там, для этого. Вот у меня, например, есть финансы, мы, там, строим в Украине, там, дом для аутистов. Это только благодаря тому, что есть еще другие, там, участники, которые... Но добрые дела, они начинаются не с каких-то больших, там, проектов или еще чего-то такого. Они начинаются с изменения своего сердца, с доброго слова своей жене, с помощью своим детям, там, правильно их воспитывать, да. Это все показывает нашу, конкретную нашу веру. Если мы своих детей наставляем, если мы заботимся об их родителях, мы заботимся о своих родителях, мы заботимся о своих друзьях, мы участвуем в жизни общества, стараемся где-то что-то там делать. Это очень все. Вот у нас, например, есть еще тоже, ну, мы, например, делаем различные театры, мероприятия для русской общины здесь, там, в округе Хьюстона. Всякие такие, ну, небольшие, там, где-то в парке, там, собрались, взяли, накормили, там, всех шашлычковым, там, или еще что-то такое. По мелочи у нас, нету какого-то, там, чего-то такого большого. Люди это видят, они сначала такие, ну, чего, зачем вы это делаете? А вроде так классно всем, собираются, потом все общаются, там, ну, таки. Просто в гости кого-то пригласить, там, или, я не знаю, самому куда-то, там, где-то, что-то, с кем-то пообщаться. Людям нужно доброе слово, людям нужно забота в трудные минуты, то есть, ну, попал человек в какую-то трудную ситуацию, если есть возможность, взял ему, там, помог. У нас, например, кто-то, ну, все используют какие-то, вот, свои, там, умения, знания для того, чтобы, ну, помочь, там, ближним. Один у нас, там, машина хорошо, там, чинит. В Америке машину починить, такой обман в этом сервисе, просто ужас, там, придешь, ты в три раза дороже, если не в пять, на цену назовут. Ну, так вот, помогает где-то, там, что-то такое, раз, доброе дело сделал. Я хорошо, там, соображаю, например, в компьютерах, я езжу, там, людям компьютеры, чиню, когда, там, маленькое дело, но, это, это, оно очень ценится. И самому приятно, ты в этом моменте чувствуешь себя, так, вот, сто процентов делать что-то хорошее. Потому что, да, если просто на словах будет вера, ну, вера без дел, да, это, ну, это не то. Ну, вот, взять Библию и идти людям в полководство, это, как бы, дело, или это? Я считаю это дело, я считаю это дело на тебя, потому что люди будут в этот момент еще и плевать всячески, да, говорить, что ты, там, такой-то, такой-то, сикой, там, и всякое такое, но это дело. Потому что, когда человек слышит Божье Слово, когда он слышит обличение, и начинать нужно, когда ты говоришь кому-то неверующему, начинать нужно с заповедей говорить, что Бог хочет людей. Для того, чтобы, потому что, нужно сначала человеке, чтобы обличился грех, потом он попытается этот грех каким-то образом, там, закрыть, да, избежать, там, и так далее. Потом он, ну, это приходит к духовному родству. То есть, то, что в первую очередь даже Бог сказал людям, это была заповедь. Начинать нужно проповедь сюда с заповедей. Это меняет человека изнутри. Это работа, это большой труд. На это требуется очень большое количество энергии. Это никто за это никогда не будет платить, или еще что-то такое. То есть, это жертвоприношение личное. Ходить людям, рассказывать, писать. Это доброе дело. Учить. Это то же самое, как, например, учить. Вот мы считаем, например, у нас учительница, там, у ребенка занимается. Доброе дело она делает. Да, конечно, доброе дело. Только я еще за это платю. А это доброе дело, заговорю, еще никто никогда не заплатит. Ну, здесь благоволение Божие есть. Охотно дающего любит Бог. Охотно дающего. Конечно. А здесь жертва самого себя, как бы, ты идешь, берешь, берешь этот крест свой. Да, это крест, потому что будут плевать, посылать будут Бога, побить. Да, посылают, я бы не ходил им, посылали будут. Что бы, я всегда так, вот, в некоторые моменты, которые, вот, я не знаю, например, стоят, не стоят, я думаю, что бы сделал Иисус. А вот Иисус же, вот, проповедовал, ходил, это же одно из его основных служений было. Ну, вот, апостол Павел говорит, что, что он имеет в итоге, говорит, что, вот, если вот тленное пожнем, то чего приобретем, что это он имеет в итоге. Ну, если у вас пожнем тленное, как это понимать? Ну, да, там идет речь. Если денег, что ли, дадут ему? Сеет, тот пожнет, да, там, отходит, там, и так далее. Когда мы сеем, то, что сказать, в тленное, да? Ну, вот мы, например, занимаемся какой-то деятельностью, которую мы точно знаем, что от нее не будет никаких вечных плодов, да? То есть, ну, я не знаю, там, ну, мы идем, там, болеть на стадион за Спартак. Ну, вот, не будет от этого дела никакого плода в вечности, вот, ну, хоть ты расшибись. Это свое удовольствие. Да, для себя, то есть мы посеяли в свою плоть, мы ее, там, как-то, там, уэта, свою гордость какую-то, мы покричали, ааа, Спартак чемпион, мы лучшие, там, и так далее. Ну, да. Мы посеяли, мы от этого ничего не посеяли. Духовное, когда мы сеем, когда мы учим другого человека изменять свою жизнь в лучшую сторону, от этого происходит колоссальное количество изменений. Этот человек сам проживет жизнь по-другому. Он своих детей научит немножечко по-другому жить, он своих внуков научит, от этого огромные колоссальные последствия. Ну, да, все верно, но люди, как правило, они думают, что вот, это самое, ты вот не обличаешь здесь, им это неприятно, ну, то есть... Это неприятно, они правильно говорят, им это реально неприятно. Это так и есть. То есть, как бы, получается, что вот нам это, ну, неприятно, когда, ну, а там вообще и секты тогда, и идея, все-таки, короче, говорит. Да, 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 да. Фарисеи, почему они хотели убить Иисуса Христа? Он их обличал. Он их обличал, вот и все. Вот они его убили. А, он воскресил. Ну, да. Так что, правду ее же не убьешь, она же бессмертна. Это же не куда-то там это. Этот человек может отворачиваться от правды того, что он грешит, но он все равно при этом грешит. Ты ее никуда, эту правду не спрятишь. Рано или поздно все станет явным. Это самое, ну, так, а насчет греха, допустим, вот, ну, ну, мысин, да, вот, грех, да? У меня вот интересует, вот, то есть, где вот христианин, каким образом он, мы же все грешны, тело грешны, да? И вот умышленный грех, допустим, вот, как вот христианину речь, святые не грешили, вот там же, например, святые апостол Павел грешил, когда уже был апостол. Да. Да, грешил. То есть, он пишет умышленно, неумышленно, как он? Он пишет в одном месте, то делаю, что хочу, то не хочу, то делаю, что не хочу, а то делаю. А потом в другом месте пишет, что вы что хотите, то не делай, то есть, то, что плоть хочет, вожелая, да, то этого не делай. Да. То есть, как поступать? В этом же самом тексте, где он говорит то, что хочу, не хочу, он говорит, бедный я, там, человек, кто освободит меня от этого тела смерти. То есть, тело, оно обречено на смерть, и оно умрет. Мы должны понимать, что наша плоть, она всегда будет стремиться к греху. И вот нужно подробно разбирать послание к римлянам, где Павел объясняет, что в нас собраны две сущности. Одна человек перстный, другая человек духовный. Один из земли сделанный по образу Адана, другой духовный человек по образу Иисуса Христа с небес, да. То есть, один человек – это идеалист, а другой – это материя, материалист, понимаете. То есть, материализм и вот эта вот забота о плоти, она нас всегда будет вести ко греху. К тому, чтобы себе больше Бог не нужен. Плоти Бог не нужен, это не духовное существо. Бог нужен нашему духовному внутреннему человеку. Когда мы любим правду, когда мы любим добро, когда мы любим любовь. Потому что любовь тоже не все любят, и любовь понимается в мире, например, в искаженном виде, то, что это какое-то там эротическое чувство, а не самопожертвование, да. И ты любишь, это труд, это труд, называется послание фессалоникийцам, труд любви, называет Павел. А можно вот согрешить в обладе? Или, к примеру, вот Иосиф, он чашу кинул, ну даже специально, обличил их и забрал житвы, да, полный. Ну вот, когда Иосиф кинул им в зерно, им в свою самую чашу, кинулся, да. И потом они, чтобы забрать этого Вениамина, оставить у себя в Египте. А то он согрешировал, но у него с какой он мыслью это сделал? Чтобы Вениамина оставить. То, кого он любил. Нет, я не верю в то, что существует грех во благо. Я не верю в то, что существует ложь во благо, потому что Бог поругаем не бывает. В Боге нет никакой лжи и никакого греха. И при этом мы знаем, что всякое даяние доброе, оно идет свыше от Отца Святого, да. То есть, то, что от Бога, оно дает добрые плоды. А то, что не от Бога, оно дает злые плоды. А мы знаем, что сатана лжи, это сатана отец лжи. Что грех, это мы согрешаем, искушая свое собственное плотью и похоти. И это все рождает грех, грех приводит к смерти. Это не от Бога. Очень часто мы не видим дальше своего носа. И нам кажется, что вот если мы сейчас, сиюминутно возьмем, там мы согрешим, то, в принципе, будет всем благом. Например, мы видим, какого-нибудь фашиста идет, да, с автоматом. Подходит там к нашему дому и начинает всех стрелять. Мы считаем, что сейчас, взяв, нарушив там Божью заповедь, быстренько, сиюминутно согрешив, удалив это зло, мы моментально как бы сделаем всем лучше. Это не совсем правильно. Бог говорит о том, что мы не должны воевать. Что человек с неправильной идеологией, его нужно вразумлять, его нужно наставлять, потому что Бог может дать ему покаяние. Я читал одну интересную историю, где человек не выстрелил в фашиста на войне, да, и они встретились спустя там 35-40 лет, вот с ним, да. Он уже, естественно, он уже в этот фашизм не верил, этот немец там. И он говорит, мы когда с ним познакомились, встретились случайно, они там нашлись как-то через интернет, говорит, он съездил к нему, все, с такой благодарностью, показал ему альбом всех своих детей, всех своих внуков показал, всех этих, говорит, Я просто настолько, говорю, тебе благодарен, что ты вот тогда вот не стрельнул, не выстрелил, да. Человек может прийти к покаянию. Зло не может привести к чему-то доброму. Иисус сказал, кто меч возьмет, да, то меча и погибнет. Нет, я не верю. Ни в ложь во благо, ни в грех во благо, там, ничего-то такое. Это просто от того, что мы не видим дальше своего носа. Мы видим только сиюминутное решение проблемы. А Бог, он смотрит вне времени. Он смотрит сразу на всю вечность, да, то есть он видит сразу, что вот это вот действие, оно не может привести к положительному результату. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе оно кажется, что вы все сделали правильно. Так что, делал такое. Но это, конечно, очень тяжело все. Это все очень требует очень сильного, внутри хорошего, сильного духа. Мне тоже бывает очень часто, я думаю, что, ну, ладно, вот сейчас, например, там, я возьму там где-то что-то собру и будет, будет, по идее, хорошо, да. Или вот у нас там в одной из церквей тоже там пастор, да, то есть он берет, оформляет визы, да, религиозные, не этим, неверующим людям. Он говорит, ну, это же благо. То есть они сейчас приедут сюда, в Америку, я им помогу визу сделать, вот, я говорю, что они верующими станут, начнут в церковь ходить, еще что-то. Таким образом он дурит, там документы левые сдают. Я не верю, ну, в благо. Ну, в благо запретят просто всем верующим ездить, вот и все. Перестанут этих любезных издать. То есть именно, ну, вот как вот в бизнесе, вот вы же там в бизнесе, а как вот в бизнесе, в принципе, это такое дело, что... В бизнесе очень тяжело, да, действительно очень тяжело. К христианину как-то, где там, чтобы заработать. Да. Во-первых, когда ты берешь в бизнесе, например, и стараешься, чтобы весь бизнес был по Божьему Слову, да, чтобы у тебя все было как бы четко и без греха, и без лжи, и без никакого, ты моментально же теряешь, ну, скажем так, есть конкурентная среда, конкуренты врут. А ты, например, не врешь про свою продукцию. У вас одна и та же продукция, конкурент ее всячески приукрашает, там еще что-то, еще что-то накручивает и вешает лапшу людям, и у него люди покупают, верят ему. А ты не врешь, и кажется, что... Ну, как же так? Ну, я же не смогу тогда продавать просто-напросто. Ну, вот такие вот вещи. Ну, да, вот как? Вот так вот, отказываться просто-напросто от лжи. То есть, да, действительно, можно сделать гораздо более крупный бизнес, если, например, врать. Ну, это, к примеру, можно сделать еще гораздо более крупный бизнес, если еще где-то какой-то грех там делать, да, если там где-то что-то вообще у кого-то там украсть, будет еще больший бизнес, да, если кого-то убить, да, и захватить там всю страну его, это будет еще лучше. Но это грех, мы должны просто-напросто от этого отказаться. То есть я, как бы, для себя отказался, мне пришлось очень много чего прикрыть. У меня было такое, что вообще было очень тяжело вначале построить вот всю бизнес-структуру, например, переменять, поставить ее с головы на ноги и все сделать, постараться как можно более private-med, да? То есть у меня было конкретное финансовое падение очень сильно, и я не могу сказать, что у меня сейчас, там, скажем, финансовая ситуация такая же, как раньше, нет. Действительно, я гораздо меньше сейчас зарабатываю, и мои проекты там, они меньше приносят. Но, что самое интересное, этого хватает, и все как бы нормально, четко. То есть я нискоричку не жалею, как бы, о том, чтобы это... всячески я всем своим знакомым, там, вот те, которые у меня есть, там, бизнесмены, знакомые, но многие так интересуются, кто-то там смеется сначала, кто-то еще что-то там. Типа, вот. Я всем советую, говорю мне, друзья. Знал бы, то есть нужно было еще раньше, как бы. Но именно бизнес, это же, как же, как способ дохода, да, там, по потребности, чтобы дорабатывать. Да, то есть тоже это очень важно, понимать, для чего нужны деньги. То есть деньги нужны для того, чтобы было из чего уделять нуждающимся. В тот момент, когда ты нуждающийся, ты нуждающийся, когда ты видишь рядом с тобой более нуждающегося, ты ему уделяешь, помогаешь им еще что-то. То есть, там же где-то вписании есть, что не воборот что-то там не давать, да, или не прибавлять. Нет, там есть не давать денег в рост, то есть не давать кредиты под проценты. То есть в рост это значит прибыль не получать. Ну, проценты, под проценты не давать. Ты, например, даешь тысячу долларов, да, и получаешь там 1100 через год, примерно. То есть вот такое было запрещено, и до сих пор евреи не дают друг другу денег в рост. Они придумали сделать по-другому через другие фирмы, других компаний, а не на них денег. Но это как-либо это уже, да. Суп надо понимать. Что ты не хочешь, чтобы делали тебе, то и не нужно делать другим. Сейчас вся Америка сидит в долгах, потому что человеческая плоть, она так устроена. Ей даешь кредит, она берет. Она берет, а вернуть-то не с чего. И денег как не было, так и нет. И все сидят в долгах. Потом они становятся рабами просто, они должны отрабатывать. И все, человек пашет и пашет. А вот же у меня вопрос. Ветхозаветный бог у еврея, в Торе допустим. Везде не посмотришь, люди святые, а бог все время их как бы осуждает, именно евреи. То есть они все время грешат. Они всегда грешат. Нет, вообще там нету никакой... Нет, ты помнишь, там в Осирии, там, допустим, Терра, Блодоядила где-то там, например. А, допустим, или Пророк Исаия, когда вот там... Народ Израилю хромающий на упа колья. Да, символ хромания, да, то есть что это хромания означает? Это как раз то, что не могут ходить ровно, да, не могут ровно идти господними путями. Они постоянно вот так вот... То есть грешат. Да, грешат. Все мы по всей Библии по поверьте. Да. Люди грешили в Библии всегда. Первый человек, который не грешил – Иисус Христос. Все. Это единственное. Как нам быть тогда-то, да? Как нам быть? Вот, нам нужно благодарить Бога за то, что Иисус Христос грех человеческий искупил. У нас есть надежда на то, что наши грехи прощены. Мы хотели пройти как раз вот эту вот тему греха. Если есть желание, можем пару ссылок посмотреть. Ну, то есть нужно сначала понять вообще, то есть что такое грех, в чем его корень, откуда он вообще говоря берется. Мы знаем, что первое там упоминание о грехе, ну, традиционно оно приписывается вот этой истории про Адама, Еву и Змия. И что Змия, он был хитрее всех зверей полевых, да, и вот он начал извращать Божью заповедь. Сказал о том, что действительно для Бога он сказал, со всех деревьев прям не ешьте, да. То есть первая ложь, которая прозвучала, Ев говорит, нет, уход от этого дерева мы не можем есть. Ну и так далее. Грех соблазняет, да, то есть он ввел Еву в соблазн, и он отделяет человека от Бога. Следующее упоминание конкретного слова вот этого вот грех, да, оно употребляется в истории про Каина и Авеля. Тот момент, когда Бог говорит Каину о том, что если ты делаешь доброе, да, то не ходишь ли подняв головы, а если доброго не делаешь, то значит грех у дверей лежит, но ты господствуй над ним. Есть там такая строчка. То есть мы над грехом можем господствовать. Грех лежит у дверей. У каких дверей? Я нарисую. Здесь еще в книге Откровений тоже такой момент. Все стою у двери и стучу, и кто отворил, то пойду к ним и будут. Это дверь в наше сердце. То есть либо здесь может лежать грех, который пытается всячески проникнуть внутрь нашего сердца, он нас соблазняет. В это же сердце стучит и Бог. Он тоже хочет Бог жить в нашем сердце. То есть в нашем сердце может жить либо одно, либо другое. Суть в чем? Грех в сердце пускать нельзя. Дверь нужно держать закрытой, господствовать над ним, над этим, преобладать над этим грехом. Кстати говоря, вот эту историю про Каина и Авеля, к сожалению, очень сильно страдается на дальний перевод и перевод Ким Джеймса. Там есть очень интересный момент, Каин, он принес жертву Богу, но не додал, утаил. То есть нечто подобное мы видим в деяниях апостолов, когда там и жена умирала. Да, про Ананим. То есть не додал, утаил, попытался исказить правду. Вот эта вот суть, вот эта вот очень важная суть, что такое грех, это всегда искажение правды. Не просто ложь стопроцентная, что интересно. Вот искажение правды. То есть мы вроде как, да, что-то делаем вроде как по правде, да, но при этом это все скрывается и где-то что-то там вот оно. То есть сатана, он не берет и не свое поле отдельное там плевелами не засевает. Сатана берет и там, где Бог насадил, вот он между ними, то есть между правдой сыпет свои семена лжи. Ну, искажает. Искажает истину, да. То есть вот эта вот суть греха, искажение истины. Например, истина говорит одно, а человек говорит, ну вот если я вот так вот сейчас вот это вот под этим углом немножечко рассмотрю, там пододвину где-то там что-то, как-то это истолкую по-своему, то адвокаты этим занимаются. Закон говорит одно, но нужно вот как-то вот это вот дело вот обойти. То есть змей подучил Еву, как обойти Божье Слово. То есть как? Ну, не, 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 не умрете. То есть это будет Бог просто вот так вот хочет, там это шли умирать. Да, не хочет умирать. Да, он же говорит, что закон и основание мира этого, основание когда было? Основание мира, когда Бог начал творить, сказал первое слово. То есть вечность уже была сделана, да? Ну да, вечность, я так думаю, что вечность, если мы берем именно как время, то есть Бог, Он вне времени, для Него не существует понятия этого. Да, то есть Библия говорит, что у Бога там очень лично для нас там один день, для Бога тысячи лет. При этом тысячи лет это не конкретный срок, это образ, это образ неизвестно большого количества времени в Библии. То есть, ну это, ну это, как вот мы сейчас можем сказать, ну и что, может там через миллион лет там. Это не значит, что именно через миллион лет. Это означает, что, ну, скоп-то очень много, так же у них там тысячи лет используется. Вот, хорошо. И грех, то есть это скажение правды, это попытка всегда обмануть Бога. То есть, что Ева попыталась как-то обмануть, пройти через это, да? То есть, что Каин попытался обмануть, да? Это всегда попытка, то есть грех идет, он направлен против Бога. Это как ложь, она всегда, ну, у нее основной противник, не противник, а против чего она идет, против истины, да? А кто там за три, Владим? А? Стрелочка-то там за три, где грех проник за две, а Бог проник. Да, 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 действительно. Вот. То есть, суть греха... Грех бывает тот, который мы уже сделали, то есть тот, который физически там мы ощутили и так далее. Мы знаем, что Моисей закон, он против того греха, который мы делаем физически, то есть тот, который уже воплощен. Иисус этот закон расширяет и говорит, что даже то, о чем вы уже помыслили, это вы уже согрешили. Наши действия, они обусловлены теми мыслями, которые находятся в нас. Те мысли, которые находятся в нас, они обусловлены тем духом, который находится в нашем сердце. Если в нашем сердце находится любовь, мы будем производить мысли добрые, направленные на что-то хорошее для людей и так далее и там подобное. И эти мысли, они будут приводить наши остальные органы там в действие, вести к конкретным физическим истязаемым добрым делам. Точно так же и грех. Когда в сердце проникает злой дух, мы начинаем генерировать вот эти вот мысли злые, они начинают в нас как бы вырастать, вот это вот начинает все загнивать, закисать. У нас там и в конце концов мы где-то делаем вполне такой осязаемый грех, принося зло другому человеку. То есть грех бывает неосязаемый, невидимый, тот, который вот Иисус говорит, если вы помыслили там или еще в сердце своем, да, и тот, который бывает как бы, тот, который уже сделан. Есть разная степень тяжести у греха, да, то есть мы знаем, что грех бывает к смерти, бывает грех не к смерти, грех бывает тяжел, или Библия еще говорит, грех отягчает сердце, да, то есть тоже, по-моему, бытии, а нет, это исход 9 глава 34 стих, то есть грех отягчает сердце, сердце становится более тяжелым, такой более, то есть это как груз. Мы уже привыкли к этой метафоре, что вот взять на себя там грех, это как груз какой-то на себя там, потому что ну действительно сердце оно тяжелым, более жестким и так далее. Грех всегда направлен против кого-то и в первую очередь против Бога. Ну а как же быть? Согрешим нельзя, без греха мы не сможем, но в любом случае согрешим. Вот здесь вот, где вот этот консенсус, эта граница провести? То есть если мы живем, мы грешим, дальше продолжаем жить, и грех не пускать в свое сердце. То есть есть умышленные и неумышленные, вот это вот, как вот пребывать в Боге? Умышленные и неумышленные все зависит от того духа, который находится в нашем сердце, который формирует наше мышление. Умышленный грех это когда мы сознательно хотим сделать что-то, хотим сделать что-то конкретное, такое мы продумали это все как бы. Что такое неумышленный грех? Неумышленного греха не бывает. Кто сказал, что есть неумышленный грех? Ну не знаю, там... Если ты, например, ехал, ехал на машине, не видел человека, случайно его сбил. Не, ну это тоже не то. Это же не грех. Я имею в виду, знаешь, что такое? Ну, помыслил, может, там, ну вот женщину увидит. Ну да. То есть неконтролируемый, тот, который ты не смог сконтролировать, над чем ты не смог, скажем так... Ну да. Да. То есть... Это же уже грех, а ты что и не хотел, но как получилось? Вот что Бог сказал Каина. Но ты господствуй над грехом. То есть задача человека, когда он знает, что у его ворот грех лежит, грех может проникнуть в его сердце, но ты господствуй над ним. Это заповедь, это повеление. Мы должны быть сильнее греха. И мы знаем, что имея Духа Святого в сердце, мы сильнее греха, мы можем его преодолевать. У нас нет какого-то рабства греху, что мы прям обязаны, что у нас нет никакой возможности не грешить и так далее. Нет, мы можем преобладать над этим грехом. Другое дело, что человек не обладает... Написано так, что ты считаешь, что нам дам только залог Духа Святого. Мы не обладаем таким Святым Духом, как, скажем, Иисус Христос обладал. И наше сердце, оно не может быть отдано на сто процентов, к сожалению, Богу я не видел ни одного такого человека. На сто процентов? Да. Поэтому Библия призывает Духа Святого не угошайте. Человек может угошать Духа Святого. Человек может в свое сердце пускать злых духов, которые будут управлять его помыслами, действиями. То есть, как это может быть? Как злых духов внутрь себя? Очень просто. Тебя, например, сосед раздражает, у него там собака гавкает, скажем, или еще что-то такое. Ну, как бы, вроде как, ничего против человека не имел, да, а тут понеслось. Потихонечку, потихонечку разрешил своему сердцу думать злое. Злой войдет и, в конце концов, он тебя приведет к тому, что будешь стоять, не териться на этом соседу или еще что-нибудь там, собаку его задушить. Начинается все с того, что человек вот эту вот дверь открывает. Он эту дверь может открыть либо Святому Духу, либо может ее открыть греху бесам и всяким этим сатанинским, демоническим, как бы, силам. То есть человек, он вот эту дверцу открыл, решил, да, ладно, я буду об этом думать. Ну, вот, как вот Христос учится, как вот ему открыть, допустим, сердце, чтобы он вошел, да. Как Христос учится? Точно так же человек вдруг чувствует, вот точно так же, как в случае с соседом с собакой, да, то есть так хочется взять и начать думать какие-то гадости. Здесь точно так же, так хочется взять и вот эту вот всю гадость послать куда-нибудь подальше и зажить хорошей, счастливой жизнью и послушной. Ну, плод требует же, плод требует там... Это не плодский орган. Вот это сердце, которое я нарисовал, его в реальности в плоте не найти. Это не сердце, которое качает кровь, оно не плодское сердце. Ну, это дух внутренний, внутренний человек. Это наше жилище, да, наше жилище на небесах, да. Да, ну, человек же грешит, грешит, грешит. Ну, может, там, соврать, там, еще что-то, допустим. Это же он грешит. Да. Вот здесь как, вот, грех, то... Здесь все как бы об одном, то это в одну сторону, то в другую. Суть в чем? В общем, вот сердце, если у человека чисто, да, то есть Бог не заботится о том, что делает даже наша плоть или еще что-то такое. Потому что он говорит, ваша плоть будет всегда к тому, чтобы грешить. Это, как Павел говорит, кто избавит меня от этого тела смерти? Тело, оно должно умереть. Адам, он обречен на смерть. Он не может жить вечно. Бог сказал, как только вы в пусть его смерти умрете. Это не меняют ли эти слова куда-то там? Перстный человек умирает. Все, что останется, у нас будет духовный человек. Вот это вот, вот это вот, вот это вот наше. Как говорит Петр... Давайте я ссылку попробую найти. Петр говорит, что знаем, что как только мы совлечем эту хижину... Сейчас одну секунду, попробую найти. К сожалению, не помню точную ссылку. Сейчас... А, это вообще не Петр говорит. Вот я почему не могу найти. Да, это у нас второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, пятая глава. Здесь вот есть очень интересный текст, который Павел говорит. Есть, нашел? Угу. Ибо знаем, что когда земной наш дом, то есть вот этот вот наш дом сделанный из земли, наше тело, да? Эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Вот этот вот наш дом, вот куда стучатся вот это вот все, да? Вот это вот дверь от этого дома. Дом нерукотворенный вечный. От того мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть полностью мы хотим жить духовной вот этой вот жизнью, да? То есть облечься в этом. Только бы нам и одетым не оказаться ногими, говорит Павел. То есть когда мы облечемся, чтобы не была там наша нагота. Нагота это символ греха в Библии. Чтобы вот здесь вот в нашем сердце не жил грех, не жили бесы. Да, да. А это же, как же получается, что мы грешны в любом случае. Мы же Бога во Христе оправдывает. Наше сердце, да, наше сердце, оно должно быть чисто. И кровь Иисуса Христа, она очищает нас. Что за кровь? Кровь, которая циркулирует, да, скажем так, в этом сердце. Кровь, которая омывает вот это сердце. Мы знаем, что Бог прощает нам грехи. Мы знаем, что у нас есть завет Христа, заключенный в его крови, да? То есть за которой пролито. И есть искупительная жертва. Мы знаем о том, что Бог устроил Вселенную так, что если где-то убыло, значит где-то прибыло. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Закон сохранения энергии существует со Вселенной. То есть даже и грех. Если где-то сделано зло, кто-то должен пострадать. Один хочет ударить кому-то в лицо. Кто-то должен на себя этот удар принять. Кто-то должен быть жертвой. Обязательно должна быть при грехе жертва. И Моисею он принес в Израиль конституцию. Это первая конституция, которая сейчас, например, американская конституция, она в принципе базируется на этой. Где человек согрешивший, то есть совершивший какое-либо преступление, он должен пострадать. Он должен пострадать, у него должен забрать теницу. То есть он ее должен сжечь, принести в жертву. Или же он должен принести еще что-то, убийцу, ягненка, козленка и так далее. Причем беспорочного, не просто больного какого-нибудь отдал, а самого лучшего, чтобы человек пострадал. Были точно так же заповеди, которые нужно было этого человека просто побить камнями. Убить его. И до сих пор это существует. Что если ты там убил, совершил какое-то такое-такое-такое-такое-то преступление двойное-тройное, тебя нужно расстрелять или там повесить или там, я не знаю, что сейчас там делают, уколы делают какие-то. У нас в Техасе до сих пор смертная казнь не отменена. Есть? Да, у нас вот прям недалеко, можно сказать, от нашего, одна из самых крупных тюрем, где приводит исполнение. То есть это, это закон Божий, что зло, совершенный грех, обязательно должна быть жертва, если человек хочет очиститься. Чтобы человек стал чист, он должен пострадать. Ребенок, например. Для того, чтобы мы считали, что он там не совершил ничего плохого, там, да, чтобы мы его простили и так далее, мы ему по попке. Есть отличный текст, сейчас одну секунду я его найду. А вот здесь еще пятый стих, он дал нам залог Духа, это как здесь это понимать? Да. Залог Духа. Залог Духа. То есть залог Святого Духа. Нам не дан Дух, наш Дух не состоит на сто процентов. То есть к нам Бог постучался, но запомнил, это залог Духа. Мы еще не настолько духовные люди, как мы, какими мы будем в дальнейшем. Если Бог даст нам, конечно. Давай откроем исход. А, ну давай дочитаем вот этот сначала текст. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. Что за бремя? Что нас отягощает? А где? Я не вижу, где... А, четвертый, да? Да, четвертый стих, 2 Коринфянам, 5 глава, 4 стих. Ибо мы, находясь в этой хижине, в нашем теле, воздыхаем под бременем. Бременем, а может, грех может быть? Грех, конечно же. Грех наш, грех других людей вокруг нас. Мы страдаем. Люди страдают от греха. Нам плохо от греха. Ничего другого. Иначе бы мы вообще, если бы никто не грешил, были бы счастливы. Потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. То есть мы хотим, мы хотим жить вечно. Но мы не можем жить вечно, потому что тело должно умереть. Оно тленно, да, оно грешно. Оно не функционирует идеально. Конечно же, человек там пытается как-то сделать, чтобы тело функционировало идеально, и как можно дольше оно жило. Но оно не может жить. Оно не работает хорошо. Поэтому смертное, мы хотим, чтобы было поглощено жизнью. Наше смертное тело поглощено жизнью духа. То есть мы в тело внутрь пускаем духа. То есть мы начинаем жить духовной жизнью. И наш дух, то он как раз вечный. Вот это вот наше небесное жилище написано. Дом нерукотворенный, вечный. Вот это вот штука вечная. Вот это тело, оно не вечное. На сие самое написано. Вот для этого, для того, чтобы вот этот вот дух жил в нас, чтобы вот это вот вечным было поглощено тленно, Бог и дал нам залог духа. То есть вот для этого нам и дан залог духа. Но этот залог, мы еще этот залог как бы нельзя не получили. Или получили. Ну вот смотри, здесь задаток, да, то есть переведено еще в септуагенте, в греческом тексте. То есть это задаток, это небольшая часть, это еще не все. Нам дан залог духа. Но это еще как бы не все. Вот. И что интересно, мы начинаем страдать после того, как Бог взял нас вот из этого жилища и поместил в тело, для того, чтобы вот это вот тело еще жило, да, хоть как-то там какой-то жизнь, чтобы кленное было поглощено нетленно. Итак, мы всегда благодушствуем. И когда знаем, что выговоряясь в теле, мы устранены от Господа. Вот это очень интересный текст, на котором голову я ломал, ломал, ну как бы это. Забирая нас, наш дух, скажем так, поселяя его в теле, Бог нас отдаляет от себя немножечко. Поселяя своего собственного духа в наше тело, Бог нас отдаляет, Бог себя отдаляет от себя же. Ну, как так вот сказать, получается. То есть, как это, по-моему, еще раз, если... Это шестой стих, да? Да, это шестой стих. Мы устранены от Господа. Мы начинаем жить, вот наше вот это вот духовное естество, оно начинает жить в грешном теле. Оно не начинает жить, оно не живет вот здесь, то есть вот, оно живет вот здесь, в земной хижине. Мы устранены от Господа. Мы уже не видим, да. Мы не видим, наши вот эти плотские глаза, они не способны увидеть Бога. Поэтому мы тогда разбирали на прошлом уроке, что Бога не видел никто никогда, да, только вот единородный. Ну да, да, я помню. И седьмой стих. И мы ходим верою, а не видение. То есть, мы не можем увидеть всю истину, мы не можем ее увидеть всю истину. Вот мы сейчас сделали вот здесь вот правильно, и вот всю вот эту вот цепочку всех вот этих вот действий, которые приведут к абсолютно хорошему результату. Нет. Мы верою ходим, мы видим вот чуть-чуть, чуть-чуть дальше что у нас. Вот мы сейчас сделали чуть-чуть доброе, мы где-то чуть-чуть, где-то может что-нибудь там увидим. Но нам приходится верить только, что вот это приведет нас на какой-то вечной жизни, или там, что этому человеку там будут какие-то там вечные последствия и так далее. То есть, мы не в видении ходим, мы веру. Бог сказал, так-так-так не делайте. Человек думает, ну как же так любить ближнего? Ну что я буду? И не понимает, что дальше у нас, что если все люди вдруг сейчас возьмут и начнут любить ближнего как самого себя, мы же все окажемся в раю. Мы же решим все проблемы человечества моментально. Как решить все проблемы человечества? Очень просто. Вот так. Разве будут среди нас голодные, если мы будем любить ближнего? Ну вот, плевелы, то они есть, а... Да, да. На плевелы, на насажденные. Да. Мы должны понимать, что в нас есть вот этот вот тленный наш земной дом. И он должен... тленный наш земной дом. И он должен разрушиться. Окей. Насчет прощения греха. То есть, как Бог прощает и так далее. Бог, он прощает грех, там, он может его просить, но он не оставляет его безнаказанным. То есть, все равно, несмотря на то, что для того, чтобы Бог что-то где-то как-то просил, чтобы грех из вселенной вышел, да, какой-то сделанный или был прощен полностью, кто-то должен пострадать. Да. Давай откроем. Исход 34 глава, 7 стих. Исход? Да, исход. 44, да? Исход 34, да. А стих какой? Так, сейчас я посмотрю. Ну... Ну, давай, да. Вообще, 7 стих. Ну, давай с 6-го прочитаем. Мы это читали, да? Да. 6-й, 7-й стих. И прошел Господь перед лицем его, и возгласил Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий безнаказания, наказывающий вину отцов в детях и детей до 3-го и 4-го рода. Ага, вот очень интересный стих. То есть, Бог милостив, Он действительно милостив, Он действительно прощает грех, да? В тысячи родов, причем милость там это передается и так далее, то есть наши благословения не наследуются там, вперед там передаются и так далее, если мы что-то делаем хорошее. Но, написано, кроме того, что вот Он прощает вину и прощает грех, что там написано? Чтобы простить грех, наказывающий вину отцов в детях. Прощает вину отцов в детях. Но, написано, не оставляющий безнаказания. Чтобы простить грех, то есть я вот своими словами запоминаю, все равно надо наказать. Да? То есть грех может быть прощен, но Бог сделал так, чтобы все равно кто-то должен пострадать. Точно так же, как, например, ну что такое грех? Незнание Бога, искажение правды и так далее и тому подобное. Какие-то неправильные действия. Например, ребенок берет и сует вилку в розетку. Да? То есть, ну, он не знает, он где-то что-то там это. Ему сказал отец, не суй вилку в розетку. Он взял, сунул. Ну, вот, без зла, безо всякого, да, Бог не злой, как бы, он милосердный, но только он ребенка шарахнет. Понимаешь? То есть, точно так же, например, человек берет и начинает там какую-то войну там или еще что-то такое. Да, действительно, человек может там и покаяться, и они там все, в конце концов, могут там мирными, миром все это закончится и так далее, да? Ну, хочешь, не хочешь, а будут трупы. Кто-то должен пострадать. А отвечать, кто будет за трупы? Да, да, то есть, вот. А кто будет отвечать? То есть, вот здесь же еще месть, да, вопрос мести между людьми. То есть, ты мне сделал зло, я тебе сделаю зло. Там, око за око, там, зуб за зуб. Ну, вот, это когда зло, человек живой, тут уже мертвый. Вот, да. То есть, Бог, он говорит, что будет обязательно каждому наказание. То есть, грех, он не исчезает из вселенной самостоятельно как-то, или что Бог просто взял такую и простил. Именно поэтому Бог сказал израильскому народу, что вы должны там поставить вот такую-такую-такую-то конституцию, что вот нужно, значит, принести телицу, нужно принести там вала, там, или принести барана, там, и так далее. Жертву за грех, кто-то должен пострадать. Мы не можем простить другого человека, грубо говоря, справедливость требует того, чтобы человек, который сделал зло, был наказанным. Мы не можем его даже сами простить, наше вот собственное сердце, оно будет, ну, как это так, он там, троих девочек там изнасиловал, включая мою дочь, и он будет безнаказанным. Кто-то должен пострадать. Бог, будучи абсолютно справедлив, гораздо справедливее, чем любой наш судья, он это, естественно, знает, и обязательно кто-то должен пострадать. Именно для этого, именно для этого Иисус и пришел на землю. Пострадать? Он пришел пострадать, да. То есть, он конкретно об этом многократно говорил о том, что я пришел для того, чтобы отдать свою жизнь для искупления многих, не для того, чтобы не служили там или еще что-то такое. И освободить от греха от души. Да, освободить от греха. То есть, человек сейчас, он имеет уникальную возможность, став христианином, начать новую жизнь, реально новую. И люди, благодаря вот этому вот учению Христа о прощении и заместительной жертве, они могут этого человека реально простить. Они действительно понимают, что Христос за него пострадал. Понимаешь? Вот. В глазах Бога человек становится чист, потому что, да, за него грех как бы принесен. То есть, за него пострадал кто? Вот сам Иисус Христос праведник. Более того, Иисус Христос говорит, что все Его ученики, они должны брать крест. Крест включает в себя это орудие наказания. Это не только, ну скажем так, какая-то работа или еще что-то. Это орудие наказания, это орудие смерти. То есть, мы должны тоже себя местами в жертву приносить. Например, ты когда ходишь там, проповедуешь или еще что-то, люди не хотят слушать Божье Слово в этой грех, но страдаешь за него ты, в тебя плевет. Или еще что-то там такое посылает куда-то. Или ты делаешь какое-то доброе дело, а человек начинает где-то что-то завидовать, потому что он сам добрых дел не делает, начинает тебе просто гадить или еще что-то, и ты его прощаешь. Ты на себя берешь грех. Не грех, вернее, а ты на себя берешь вот эту вот жертву. То есть, это жертва. И Бог называет это любовью, вот такой вот момент жертвоприношения. Более того, Бог ожидает, что и мы будем приносить такие вот жертвы духовные. Что мы станем подобны его сыну и тоже будем участвовать в этом процессе. А вот духовная жертва, вот это как духовную жертву? Давай откроем. Первая Петра. Первая Петра. Первая Петра. Да. Какая глава? Это вторая глава. Сейчас стих скажу. Ну вот, пятый стих получается, второй главы, да? Давай с четвертого я прочитаю. «Приступая к Нему, ко Христу, да, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». То есть… «Вохорный дом, как это он?» Да, вот он камень, да, скажем так, там… «О, Христос имеет.» Да, Христос. «И вы сами, как живые камни, и вот мы маленькие такие, христиане, да, маленькие камни, и мы должны…» «Написано, да, приступая к нему, и сами, как живые камни, устроять из себя дом духовный». То есть мы строим вот из этих вот всех камешков, мы строим одну большую, ну как сказать, дом духовный. Это вот наша христианская церковь, да? Священство святое, то есть священство, собрание, люди, верующие люди, те, которые поступают по Слову Иисуса Христа, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Что значит Иисусом Христом? Его Словом, по Его Слову подчинять себя добровольно Его Слову и делать что-то, что делал сам Христос. То есть участвует точно так же вот в этом строительстве. Написано, что он камень краеугольный, да? Что значит краеугольный? Краеугольный то, с которым начинается строительство. То есть вот так же они строят, вот с края начался камень и пошло, и пошло, и пошло, и вот строится. Но мы вот духовный из себя дом, как мы его строим? То есть поступать по Слову. Поступать по Слову, да? Жить именно, вот он говорит, что вот Бог открыл во мне Христа. Да, значит, если Он в тебе там открыл Христа, значит ты поступаешь как Христос. Ну естественно, да. То есть ты видишь там, что человек лежит побитый разбойниками там и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что он твой враг вроде как, а ты его взял там, привез в гостиницу, заплатил там, то все сделал для него, чтобы это еще. То есть Иисус сказал, идите и делайте так же. Поступать согласно Божьему Слову, подчинять себя Божьему Слову и так далее. То есть это духовная жертва в первую очередь. Почему духовная? Потому что для того, чтобы подчиниться Божьему Слову, нам нужно свой дух смирить. То есть отнять где-то, возможно, от своих каких-то интересов, от своей какой-то гордости или еще что-то такое. Сделать так, как мы, возможно, не думали, не хотели или еще. И это приведет к жертве вполне осязаемой, то есть вполне плотская жертва. То есть когда ты берешь, идешь и даешь там, помогаешь своему другу там финансово или помогаешь там кому-то там построить забор там, поднять где-то что-то, или поменять колесо там кому-нибудь там где-то что-то делать. Ну не знаю, то есть это жертва. Ты жертвуешь своим временем, своим вниманием, своими какими-то силами, финансами там чем угодно. Но это в первую очередь она начинается с духовной жертвы. Сначала ты подчиняешь свой дух, отдаешь свое сердце в управление Богу, а потом уже свои руки и так далее в управление, или свои финансы в управление Богу на то, чтобы делать добрый Бог. Так и вот нам вот именно в духовном, нужно же именно, чтобы мы в духовном уже созидаем, да, в себе вот камни духовные просто созидаем себе. И мы идем, допустим, благовествуем, что нам больше делать, чем благовествовать, такое же отличие. Вот здесь вот же, допустим, ну дядя, мать Терезы, она же не благовествовала. Ну здрасте. Она помогала. Она не говорила, полхристиана проповедовала? Конечно. Проповедовала? Находясь в Калькутте, в абсолютно как бы на такой языческой среде, да, индуистской, она приехала туда с христианской миссией, организовала дом и начала делать добрые дела. Как ты думаешь, те люди, которые там жили, которые там, ну скажем, неверующие, не христиане, что они думали? Ты думаешь, никто из них не присоединился к Богу после этого? Ты думаешь, они не благовествовали о Христе тем больным, которые находились у них в приюте? Да, он благовествовали? Я так понял. Сто процентов. Нет, сто процентов благовествовали. Каждая миссия, которая едет в Африку или еще что-то такое, которые открывают там школы, открывают там, пытаются больницы или еще... Их первая очередная цель, это рассказать людям об Иисусе Христе, поделиться идеологией для того, чтобы люди могли сами начать жить дальше нормально. А, вот так, да? И здесь то же самое, то же самое. Это то же самое, это то же самое. Как зажгли свечу для того, чтобы люди видели дела ваши добрые и прославляли Отца вашего Небесного. То есть не просто мы поем там где-то на закрытом собрании прославляем Отца нашего Небесного, а через наши добрые дела еще другие люди видят, и они уже начинают прославлять Отца нашего Небесного. И написано, вот этот очень интересный стих, Деяние Апостола, 2 глава, 40, по-моему, 7 стиха. Сейчас, одну секундочку, я посмотрю, там вот очень интересный есть момент такой. Да, вот. 2 глава. 2 глава, Деяние 2 глава, 44 стиха я прочитаю. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение всякой собственности, разделяли всем, смотря по нужде каждого, заботились для каждого друг в друге. Каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам, да, то есть по домам тоже хлеб, принимали пищу, висели в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. В тот момент, когда люди делают добрые дела, заботятся друг о дружке, строят вот эту вот церковь, дом духовный, да, где друг о друге заботятся, где друг с другом готовы поделиться пищей, где все в простоте сердца, безо всякой лжи, безо всякого вот этого, знаешь, там, лицемерия и так далее и тому подобное. Эту коммуну, это вот, это комьюнити, люди любят, другие окружающие, они видят это, они, они тоже, ну, написано, хваля Бога, находясь в любви у всего народа, весь народ любит таких людей, и Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Ну вот здесь написано, что они продавали имение, ну, не написано, что они все имение продавали, то есть имеется в виду, что они продавали там в собственность какую-то, или нет? Они, смотри, они ничего не называли своим, да, то есть все то, что вот у них вот было, они считали, что вот это вот оно все общее, то есть у них вот Бог вот им все вот это вот дал. И когда есть какая-то нужда, есть какой-то избыток или еще что-то такое, понятное дело, что они не продавали те дома, в которых они собирались, преломляли хлеб. Они же еще где-то преломляли хлеб, правильно? Ну да. То есть они жили общими нуждами, общими как бы потребностями, заботе с каждым друг о друге. Если у человека, например, было что-то излишнее, он это приносил, они продавали эти имения, приносили их к ногам апостолов, и начинали уже вот это вот, вот это капитал, скажем так, он уже работал не на благо одного человека или одной семьи, а на благо всей общины. Вот как бы и все.